В Киеве прошла конференция поддержки Украины. Открывая ее, президент Петр Порошенко пообещал гостям из 56 стран жестко бороться с коррупцией. Мета цієї конференції – мобилизувати и сбільшити поддержку Украины. И я, и вся страна очень ценят вашу присутствие тут. Ваша солидарность є ключовою для вырешения теперешних трудностей для нашего будущего, яке мы бачимо полностью интегрованным в европейскую родину. Реформы в Украине должны быть быстрыми и иметь длительный эффект. Такое заявление сделал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, реформы – единственный путь к восстановлению стабильности и возрождению Украины. К тому же они упростят налаживание тесных связей с Евросоюзом. Реформы должны продолжаться и быть такими, что заслуживают на доверие. Они должны быть быстрыми, иметь продолжительный эффект. Вы продолжаете реформовать, мы продолжаем поддерживать. Вот такой контракт хотим иметь с вами. Подкреслю, что это контракт, то есть партнерство. На конференции затронули вопросы Крыма, Донбасса и инвестиций в Украину. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, это первое из ряда мероприятий, запланированных и направленных на поддержку нашей страны. Все, кто поддерживает Украину, поддерживает и стабильность у Европейского Союза и у света загалом. Мы заткнулись с надзвичайными викликами. Найкрашим шляхом сейчас является оставаться в единстве и дать на них очень сильную ответственность. Это первая конференция из серии, следующая станет безопасная конференция у Киеве, далее будет инвестиционная конференция у США и Немеччиня, а наприкінці року Киев прийме велику инвестиционную конференцию, которая мает на метре привабить приватных инвесторов и увеличить зростание украинской экономики. Яценюк призвал западных инвесторов вкладывать в украинский агропромышленный комплекс. По словам премьеры, Украина может производить экологически чистую и конкурентную сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, Яценюк повторил призыв вкладывать в газотранспортную систему. Он подчеркнул, при западных инвестициях энергетическая политика Европы выйдет на новый уровень, который позволит переформатировать энергетическую карту Европы. Выступавший на конференции министр по иммиграции Канады Крис Александр подчеркнул, его страна готова и дальше поддерживать Украину на пути реформ и привлекать внимание иностранных инвесторов. А еврокомиссар по расширению европейской политики соседства Яхан Исхан заявил, инвестируя в Украину, Европа инвестирует в свое будущее. Глава украинского государства, в свою очередь, подчеркнул, Украина – одна из наиболее перспективных стран мира для инвестиций. Украина предлагает невероятные возможности, например, в агросекторе, в IT, в энергетике, в авиации, в космических технологиях, оценивая инвестиционный потенциал Украины, не стоит увеличивать риски в вопросах безопасности. Украина подолает все трудности, которые имеет сейчас, но ваша поддержка жизненно необходима. Пожалуйста, верите в Украину. Украина к середине года может получить от Евросоюза 600 миллионов евро финансовой помощи. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Это первый транш из пакета макрофинансовой поддержки. Ее общий объем – миллиард 700 миллионов евро. Согласие по этому вопросу достигнуто, Домбровскис отметил. После переговоров с украинской стороной стало понятно, что меморандум о взаимопонимании может быть подписан уже в мае. Украина может получить дополнительный миллиард долларов, если будет идти по пути реформ. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на Международной конференции по поддержке Украины. Сегодня мы выделяем еще 18 миллионов долларов гуманитарной помощи. В целом, от начала конфликта, мы надали 450 миллионов долларов помощи. Это дополнительно до 1 миллиарда долларов кредитных гарантий прошлого года. Еще один миллиард вы получаете этими днями. И еще один миллиард до конца этого года, если Украина продолжает реформы. Ситуация в зоне АТО имеет тенденцию к ухудшению. Боевики расширили географию нарушения режима прекращения огня. Впервые в этом месяце противник применил против наших военнослужащих грады. Также по наших позициях было сделано 18 военнослужащих обстрелов из 120-мм минометов. А также 6 раз противник обстрелил в нашей позиции с гарматой калибром 122 мм. Также зафиксировано использование танков и зенитных установок противника. Не гребуют незаконные оружие формирования также и обстрелами мирных населённых пунктов. В частности, вчера вечером террористы выпустили пакет градов по селищу Новоласпа Волновайского района Донецкой области. Сбольшение количества оружийных провокаций с боку незаконных оружийных формирований в поединении с угольными звинувачениями украинской стороны в намаганиях взрыва перемирия, в который демонстрируют неготовность и небажание боевиков регулировать конфликт мирным шляхом. В американском городе Балтимор введён комендантский час. Жителям запрещено появляться на улицах в течение недели с 10 часов вечера до 5 утра. В город ввели подразделения Национальной гвардии США. Причина такого решения властей штата – массовое беспорядок, вспыхнувшее после гибели афроамериканца. Фрейд Грей умер в больнице после того, как получил смертельную травму при попытке полицейского задержать его. Участники беспорядков разграбили несколько крупных торговых центров, повредили и сожгли десятки машин. В Балтиморе горят несколько зданий. Силы Национальной гвардии не получили разрешения на использование огнестрельного оружия. Их направили в город для противодействия мародёрам и вандалам. Это не было легким решением. Национальная гвардия – крайний захід, чтобы не вести порядок. Конечно, люди имеют право на протест. Но и другие жители Балтимора заслуговывают миру и безопасности. Поэтому мы не допустимы насильства и нищения майна. С призывом прекратить насилие. И Розетий к протестующим обратилась и мать погибшего. Мне очень больно, но я не хочу, чтобы вы были на улице. Я хочу, чтобы вы домолели справедливости для моего сына, но не такими заходами. Снищить все город – это неправильно. В результате беспорядков пострадали 15 полицейских. Арестовано около 30 протестующих. Армия Непала активизировала поисково-спасательную операцию. Военным помогают команды из разных стран. Число жертв землетрясения составило почти 4,5 тысячи. Тем временем непальцы по всей стране третью ночь подряд спали под открытым небом. Люди боятся возвращаться в дома из-за угрозы новых подземных толчков. А кому-то ночевать попросту негде. Дома разрушены. Больницы переполнены, не хватает воды, пищи и топлива. На момент землетрясения в Непале находились около 300 тысяч иностранцев. Майкл Чартан – один из них, документалист из Нью-Йорка. Он с еще четырьмя коллегами был в базовом лагере на Эвресте на высоте 5000 метров, когда подземные толчки вызвали лавину. «Было похоже на то, как будто на тебя движется километр снега и бежать некуда. Я сказал всем ложиться, накрыл голову руками и попытался закрыть себя настолько, насколько мог. Снег ударил. Это продолжалось где-то секунд 45 или минуту». О судьбе одной из его коллег до сих пор ничего не известно. «Все было разрушено. Все палатки. Людей как будто раскидало. Парень, который стоял рядом со мной, потом оказался в 10 метрах. И мы потеряли одного человека. Не знаем, жива ли она». На Эвресте погибли по меньшей мере 17 человек. Эвакуация альпинистов продолжается. Тем временем в Непал поступает международная помощь. Помимо человеческих ресурсов, многие государства мира отправили продовольствие и медикаменты. Европейская комиссия пообещала выделить в помощь Непалу 3 миллиона евро. Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину организовать неотложную эвакуацию украинских граждан из пострадавшего от землетрясения Непала. Указом глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование мероприятий по эвакуации. По данным МИД, на территории Непала в момент землетрясения находились 187 граждан Украины. 61 из них связь установить пока не удалось. В американском городе Элмвуд из-за сильной бури случилась авария на железной дороге. Порывом ветра железнодорожного моста снесло около 10 вагонов. К счастью, они были пустыми, пострадавших в аварии нет. Сильный ветер в Луизиане также стал причиной разрыва в линии электропередач. Движение по некоторым дорогам штата осложнено. Делегация от ООН и ЕС посетила Сицилию. Генеральный секретарь ООН Пангимуй присоединился к премьер-министру Италии Матео Ренци и верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Магирине. Туда они прибыли, чтобы лично оценить ситуацию с нелегальными мигрантами и увидеть, как осуществляется программа Трайтон по перехвату лодок с беженцами. Ожидается, что высокопоставленные гости какое-то время проведут на борту одного из судов, принимающих участие в спасении людей в Средиземном море. Тем временем итальянская береговая охрана продолжает доставлять на берег сотни мигрантов. Это порт в городе Таранто. Сюда привезли 274 беженца, которых спасли в субботу с ветхой лодки в 64 километрах от ливийского порта Зуара. Среди спасенных 42 ребенка и 46 женщин. Европейские лидеры пытаются справиться с потоком людей, покидающих Северную Африку на переполненных лодках. Особенно остро эта проблема стала после того, как на прошлой неделе в результате кораблекрушения погибли более 900 мигрантов. Это заставило ЕС выделить больше финансов на операции по спасению. Итальянский премьер-министр также предложил изымать и уничтожать лодки нелегальных перевозчиков, которые используются для переправки людей. Это предложение поддержала Франция. В целом, европейские лидеры договорились утроить финансирование операции Трайтон. Они также решили размещать вновь прибывших не только в Италии, но и в других странах Евросоюза, которые дадут на это свое согласие. Уровень безработицы во Франции вырос. В правительственном отчете сообщается, за март показатель увеличился на 0,4%. Согласно данным Министерства труда, в прошлом месяце без работы остались 15 400 граждан. Общее число нетрудоустроенных составило 3 509 000 человек. При этом, в первые два месяца 2015-го уровень безработицы в стране снижался. Экономисты говорят, март – это скорее исключение, и в ближайшее время ситуация в области занятости будет улучшаться. В течение последнего года работу теряли 15 000 человек ежемесячно. В первые два месяца этого года уровень безработицы стабилизировался, и такая тенденция должна продолжиться в текущем полугодии. По мнению экспертов, Франции, в отличие от других стран еврозоны, требуется больше времени на то, чтобы экономические изменения стали видны. Сегодня мы можем предсказать, что благодаря снижению курса евро, стоимости топлива и низким процентным ставкам, мы войдем в фазу ускорения роста, восстановления рабочих мест и снижения уровня безработицы. В Париже в связи с обнародованными данными по безработице состоялся протест. Люди потребовали, чтобы правительство прилагало больше усилий для обеспечения французских граждан работой. Длительная безработица – это проблема для тех, кто столкнулся с ней, а также проблема для всего общества. Существует много нехороших вещей, возникающих из-за отсутствия работы. Это вредит гармонии в обществе и может толкать на преступления. Большинство французских граждан недовольны экономической политикой президента Франсуа Оланда, и только 14% считают, что глава государства успешно боролся с безработицей. Беспилотная ракета-носитель Falcon 9 частной американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Она доставит на орбиту первый телекоммуникационный спутник, построенный по заказу правительства Туркменистана. Из-за облачности запуск был отложен примерно на час. Аппарат изготовлен французской компанией на основе спутниковой платформы SpaceBus 4000. Конструкция весит около 4,5 тысяч килограммов. Спутник обеспечит телевещание, в том числе в высоком разрешении, и предоставит другие услуги для 1,2 млрд человек в Центральной Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он будет находиться над территорией Туркменистана на расстоянии более 35 тысяч километров в космическом пространстве, контролируемом Монако. Как предполагается, спутник будут эксплуатировать в течение 15 лет. Жителям США предлагают необычную услугу – аренда кур для тех, кто хочет свежие яйца. Роуз Литко всегда мечтала об этом. Но идея создать ферму у себя дома ей не нравилась. Поэтому женщина решила сделать следующее. На заднем дворе своего дома, на окраине Нью-Джерси, она установила портативный курятник, который взяла в аренду. Мой муж считает, что я сошла с ума. Курицы ему всегда нравились, но он никогда не собирался их заводить. В последнее время американцы стали более внимательно относиться к качеству пищевых продуктов. На этой волне Джен Томпкинс и ее муж решили сдавать домашнюю птицу в аренду. Мы знаем, что многие люди хотят, чтобы источник продуктов был ближе к столу, но люди боятся брать на себя обязательства. Услуга включает кур, корм, портативный курятник и постоянную поддержку. Это необходимо, чтобы временные хозяева случайно не сделали из своих питомцев вкусный обед. Люди хихикают. Когда я говорю по телефону, курица на прокат, с вами говорит Джен, они всегда хихикают. Потом они говорят, я хочу взять курицу на прокат. И снова смеются. Но шутки в сторону. Подобный бизнес в США набирает обороты. Одна из компаний из Пенсильвании уже открыла четыре филиала по всей стране. Ухаживать за птицей несложно. Им нужны чистое пространство, еда и вода. Тем временем Роуз Литка уже подумывает о том, чтобы вместо аренды купить себе своих собственных кур.